Дикий ангел или идеальная жертва. Почему отношения Ива и Милагрос обречены? Полный страстей аргентинский сериал завладел сердцами русскоязычной аудитории в конце 90-х. Сиротка Милагрос и богатый наследник Ива Ди Карло стали примером для подражания. И напрасно, ведь их союз далек от идеала. Несмотря на безбедную жизнь, Ива рос в ужасных условиях. Пьющая мать, холодный и отстраненный отец. У молодого человека так и не сформировался крепкий мужской характер. Он самоутверждается за счет женщин. У Ива множество комплексов, с которыми можно справиться лишь в кабинете специалиста. Милли воспитывалась в дефиците внимания. Она готова терпеть что угодно, лишь бы добиться расположения. В партнере она видит родителя, который обязан дарить ей безусловную любовь. Идеальная жертва, прощающая бесконечные измены и претензии. Милли привыкла к страданиям, ставшим для нее нормой. Избежать ошибок главных героев и построить здоровые отношения поможет книга психотерапевта Ирины Семизоровой «Нереальная любовь». Слушайте и читайте на Литрес. Ссылка в описании. Продолжение следует...